МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях главный врач санатория Старица Алексей Булыгин и диетолог Ольга Мартынова. Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Львович, расскажите, пожалуйста, к каким врачам сейчас уже можно обратиться в санаторий Старица? У нас очень много высококоластных специалистов, к которым можно обратиться. Среди них терапевты, физиотерапевты, врачи, диетологи, гастроэнтеролог, врач-офтальмолог, врач-мануальный терапевт, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед и много других специалистов. Говорят, сейчас у вас открылся зубной кабинет, да? Да, это отдельная тема для разговора, можно было бы так сказать. У нас великолепный зубной кабинет с самым современным оборудованием. И, что характерно, то, что консультации врача-стоматолога у нас бесплатны. Вы также запустили несколько новых услуг, расскажите о них. Озонотерапия, ударно-волновая терапия и эпитерапия – это лечение пчелы ужалением и продуктами пчеловодства. От чего это помогает? В каких случаях? Это универсальный способ лечения. Дело в том, что пчелы выделяют биологически активные вещества, которые очень позитивно сказываются на организме человека. И эти биологически активные вещества, они стимулируют иммунную систему. А раз они стимулируют иммунную систему, значит, они, в принципе, могут лечить любые заболевания, но, естественно, что это не только одной апитерапии, а в комплексе с другими методами терапии. Если говорить об озонотерапии, ну, про озон мы слышим только, когда говорят об озоновых дырах, вот как это используется в медицине? О2 – это две молекулы кислорода, а озон – это три молекулы кислорода, О3. И есть специальные генераторы озона, которые из атмосферного воздуха, атмосферный воздух переводят из состояния О2 в состояние О3. И потом озоном насыщается физиологический раствор, который в интервенную капельную вводится в пациенту. Таким образом происходит насыщение атомами кислорода всего организма и, как следствие, улучшение трофики, то есть питания тканей и, соответственно, улучшение функции всех тканей организма. В каких случаях назначают такое лечение? Вы знаете, буквально во всех случаях противопоказаний практически нет. Это просто система оздоровления организма. Здорово. Ольга Леонидовна, мы знаем, что на базе санатория «Старица» работает уже центр по снижению веса. Расскажите об этом направлении. Кто его основные клиенты? В санатории «Старица» успешно работает центр снижения веса. Пациент, когда поступает в отделение диетологии, обязательно проходит обследование, и только тогда назначается индивидуальный комплекс по снижению веса. Мы обязательно выявляем причины снижения веса. Обратиться может любой пациент, то есть практически к нам приезжают со всей России. И только когда мы выявляем причину снижения веса, назначается определенная методика по коррекции. С какими проблемами обращаются? Что хотят исправить в своей фигуре? Ну, знаете, проблемы самые разные. Люди разные, проблемы разные. Кому-то нужно нормализовать свой вес, там, минус 5 килограмм, а кто-то приезжает с весом и 170 килограмм. Поэтому здесь и просто необходимо обязательное обследование, чтобы более точно поставить диагноз, выявить причины. Сколько времени обычно занимает такое обследование? Ну, всё это в течение нескольких дней. А потом мы приступаем к программе. Отлично. Есть ли у вас какие-то интенсивные, скажем так же, разжигающие программы, вот чтобы быстро избавиться? Да, программа, которая быстро снижает вес, у нас тоже разработана. Это программа с лечебным голоданием, с элементами лечебного голодания и вегетарианского питания. Также в эту программу включены очень интересный комплекс ПАП-процедур, который наверняка понравится женщинам, и комплекс медицинских процедур. Расскажите, есть ли в отделении диетологии групповые занятия? Или только ты остаёшься один на один со своей болезнью? Нет. Обычно в первый день приезжает группа пациентов. В первый день я провожу лекцию, и группа между собой всегда общается. Это очень полезно, когда они проходят одну и ту же методику, пускай немножечко со своими коррекциями. Вы уже упомянули о питании. Расскажите, как питаются участники, и есть ли у них потом проблемы после возвращения домой? Ведь сложно поддерживать наверняка рацион, который вы им предлагаете. Ну, во-первых, что касается санатория, мы сделали специальный зал для питания. Он очень уютный, комфортный. Они не пересекаются ни с какими запахами. Кафе, которое действует в санатории. Программа питания, которая не по интенсивной программе, она рассчитана примерно на 1200 килокалорий. Но в любом случае для пациента подбирается индивидуальная корректировка, потому что у всех разные диагнозы. 1200 килокалорий – это много или мало? Сколько потребляет обычный человек каждый день? Здесь нужно рассчитывать. Это всё очень индивидуально. У женщин один обмен. У женщин примерно обмен на веществ, он измеряется в килокалории, где-то примерно 1500 килокалорий. У мужчин где-то 2000 килокалорий. Но всё равно здесь подход к пациентам должен быть очень индивидуальный. Поэтому так стандартно здесь сказать нельзя. Мы уже затронули с вами прекрасную половину человечества. Расскажите, пожалуйста, как главный врач, какими услугами в основном пользуются женщины? Что они хотят исправить в своём организме? Как поправить своё здоровье? В санатории работает очень мощное отделение СПА. Со всеми процедурами, которые входят в это понятие, это различные обёртывания, маски, массажи, стон, терапия, инъекционная косметология. Очень высококлассные специалисты помогают женщинам в этом. Врач-косметолог, сёстры по косметологии. Кроме этого, да, есть центр ногтевого сервиса, есть парикмахерская, солярий. И в общем всё, что нужно для того, чтобы сделать женщину красивыми. Прекрасно. А если у женщины есть ребёнок, может ли она приехать в санаторий с ним? Какие-то программы с участием детей? Конечно. У нас великолепный врач-педиатр, который занимается лечением детей. И разработаны специальные программы для детей. Это программы, которые включают в себя лечение детей с нарушениями желудочно-кишечного тракта, с нарушением осанки, плоскостопием. Могут ли пройти какие-то процедуры всей семьёй? Если, например, ребёнок один боится или стесняется. Да, у нас разработана специальная программа, называется «Семья». Это входит процедура и лечение как для папы, для мамы и для ребёнка. Кроме того, есть детский развивающий центр «Лукоморье», в котором мама с папой могут своего ребёнка отдать опытным педагогам, которые обеспечат досуг ребёнка и его развитие. Мы с вами уже упоминали массаж. Расскажите о том, какими видами можно воспользоваться. Ведь массажи бывают абсолютно разные, и в том числе лечебные для разных органов. Ручной массаж. Массаж может быть позвоночника и общий массаж. Пациенты очень любят. И у нас работают высококлассные массажисты. Подводный душ-массаж, антицеллюлитный массаж. Вообще, лучшие массажи пока ещё ничего не придумали. В каких отраслях он помогает? Вот когда его назначают? Ну, когда идёт снижение веса, да, обязательно нужна поддержка кожи. Поэтому это просто необходимо с косметической целью. Как долго продлится эффект от центра снижения веса, да, если пройти там обследование и программу? Нет ли срывов, когда люди приезжают домой и вот оказываются в своей обычной остановке? Ну, вы знаете, вообще, да, если пациент обращается именно с диагнозом ожирения, в принципе, это диагноз, да, а как и у любого заболевания, может быть обострение, да. Обострение, к этому нужно относиться совершенно спокойно. Но помнить, что снижением веса может заниматься только врач. Вопрос по коррекции веса – это вопрос ни одного дня. У меня многие пациенты наблюдаются и год, и более. И даже есть пациенты, которые практически уже превратились в родственников, потому что я их знаю более 10 лет. Это действительно так. То есть это постоянная работа над собой. И когда, допустим, на телефоне, на скайпе всегда, да, есть возможность проконсультироваться у своего врача-диетолога, ну, это очень важно в наше время. Здорово. Поэтому при таком подходе срывов не будет. И ещё вот очень важный момент – нужно снижать вес с удовольствием. И вот как раз вот именно вот этому способствует наша программа. Если это с положительной энергией, с удовольствием происходит, со всеми нашими процедурами, то тогда и возврат практически невозможен. Родственников нужно задействовать в программе снижения веса, тоже их морально настраивать, что ты изменился, ты теперь другой. Или это не требуется? Вы знаете, приезжали у меня целые семьи. Никого заставлять не нужно. Обычно, если приезжает жена, муж начинает наблюдать, что она начинает правильно питаться, да, и тоже тянется. Нет, заставлять никого не нужно. Расскажите, пожалуйста, о программах для пенсионеров. Ведь наши бабушки и дедушки тоже могут насладиться и природой, и замечательным лечением в санатории Старица. Правильно? Конечно. Разработаны специальные программы. Называется «Подари здоровье родителям». Во-первых, пенсионерам предоставляются скидки порядка 10% от стоимости программы. Во-вторых, пенсионеры могут пройти полный комплекс обследования в нашем санатории. И в зависимости от того, какие будут результаты обследования, могут получить тот или иной комплекс оздоровления. Если человек пришел оздоровить свой организм, да, то сколько может понадобиться времени, и сколько это занимает? Вообще, конечно, чтобы оздоровить свой организм, это надо менять образ жизни. Мы можем дать только толчок, можем человеку подсказать. Если он будет следовать рекомендациям, то все будет хорошо. Но для того, чтобы получить какой-то результат, недостаточно недели, двух-трех. Это плод определенного труда и определенного времени. Расскажите, пожалуйста, о перспективах санатория Старица. Что еще планируете открывать? Какие услуги предоставлять? Ну, во-первых, нам бы хотелось усовершенствовать нашу водолечебницу, которая уже существует, она очень плодотворно работает. Но нам бы хотелось дополнить ряд водных процедур, такой процедур, как радоновые ванны. Это очень сложный, ответственный участок работы, но он достаточно эффективен. Если в двух словах, что это такое? Потому что звучит как из химических опытов. Радон – это вещество, которое обладает определенной радиоактивностью. И в разумных дозах при правильном применении эта процедура дает колоссальный оздравляющий эффект. Это мягкое воздействие на все органы тканей и кожу. Вот это в минимальных дозах радиоактивность, она положительно влияет на организм человека в целом. Есть еще такая задумка. Мы хотим приобрести, мы хотим вплотную заняться лечением опорно-двигательной системы людей. Не секрет, что люди разного возраста страдают теми или иными оклонениями и заболеваниями. И один из способов лечения заболевания опорно-двигательной системы – это система лечения по методу Бубновского. Мы хотим приобрести тренажер Бубновского, проучить специалистов. И метод лечения заболевания опорно-двигательного аппарата по методу Бубновского достаточно эффективен. В начале осени у вас появилась новая услуга. Расскажите нам, пожалуйста, о ней поподробнее. Вы, наверное, имеете в виду ударно-волновую терапию. Да, недавно мы освоили этот метод. Мы приобрели аппарат британской фирмы БТЛ для ударно-волновой терапии. Это новый вид лечения заболевания опорно-двигательной системы суставов, связок и мышечной ткани. Аппарат ударно-волновой терапии генерирует звуковые волны. И эта звуковая ударная волна, проходя через ткани, обладает специфическим эффектом. После воздействия ударной волной происходит так называемая нео-ревоскуляризация или неоангиогенез. То есть это возникновение новых мелких сосудов, капилляров, питающих ткани. В результате улучшается трофика тканей, которым недостаточно питания. Например, хрящевая ткань при остеохондрозе. И хрящ начинает восстанавливаться, и люди испытывают облегчение, и улучшаются функции суставов. То есть это как слушать громкую музыку на физическом уровне? Да, такие же ощущения? Ну нет, не совсем. Ощущения иногда бывают болезни, но в результате, в процессе процедуры болевые ощущения в суставах уменьшаются у людей, они это испытывают. Прекрасно лечатся пяточные шпоры, плечо-лопаточные переартриты, заболевания суставов тазобедренных коксоартроза, гоноартроза, заболевания коленных суставов. И других частей тела. Отлично. Спасибо вам большое за интересную беседу, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были главный врач и диетолог санатория Старица. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова